Готовьтесь, идёт. Беги, Гимн, работаем. Стой! На кадрах оперативной съёмки оперуполномоченные задержали человека, который перебросил на режимную территорию два свёртка. Как окажется после, внутри 38 сотовых телефонов, 14 USB кабелей, 3 гарнитуры и другие составляющие. Это самая крупная партия за 2018 год. За истёкший период у нас порядка 8 случаев было попыток переброса через основное ограждение запрещенных предметов. А именно это сотовые телефоны в количестве 42, и в том числе наркотические вещества, которые общий вес составил 35 грамм. Запрещенные предметы, это сотовые телефоны, либо составляющие к ним, то это административная ответственность. Наказание за наркотические вещества уже уголовное, вне зависимости от того, переброс ли это был или пронос. А пытаются передать наркотические вещества и сотовые телефоны часто. За неполные 12 месяцев было задержано порядка 120 граждан за это правонарушение. А попытки проноса бывают самые интересные. Чаще всего пользуются передатчики продуктовые. Родственники привозят осужденным и различными способами, ущеренными это всё прячут продуктов, передачи. В тортиках, и в конфетах, и в чае, и в сигаретах различными ущеренными способами. В книгу по обучению младших инспекторов вошли самые яркие, необычные способы проноса запрещенных предметов. Причем часть из них произошла в практике Алексея Маркина. В банках, из-под тушенки, консервы, тоже был выявлен такой факт, родственник осужденного работал на консервном заводе, упаковывал запрещенные предметы, сотовые телефоны. И после этого передавал передачку осужденному своему брату. Один из самых ярких случаев это полость в бревнах. Их привезли на пилораму, и в одном из них обнаружили специальную нишу. В неё поместились сотовые телефоны и наркотические вещества в большом объёме. Ещё интересный случай – это попытка передачи всё тех же наркотических средств в бритвенных станках. Она вот здесь вот ломается аккуратненько, вот в эту нишу засыпается наркотик, и потом она с жигалочкой поджигаешь, и чуть-чуть скрепляешь, и она получается как заводская. Аккуратненько надломили, а там порошок белый. Ещё надломили, ещё порошок, ещё надломили, ещё порошок. Был большой достаточный вес наркотических средств, героин, как оказалось. Возбуждены были уголовные дела в отношении осуждённого, в отношении, кто передавал. Это была посылка с Московской области. В книге случаи самые интересные, а остальное познаётся на практике. Оперативные сотрудники при обучении младших инспекторов рассказывают и случаи своей жизни. Так, в учёбе и постигаются те необычные тонкости такой важной работы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.